в самом конце, когда мы откроем сессию вопросов и ответов, если останется время. Итак, всем привет! Меня зовут Джилды Сатарова, и я представляю агентство Global Compass. Сегодня у нас будет чат про обучение и карьеру в Японии. У нас с нами в гостях представитель японской языковой школы, наши партнеры Linkstaff. Подробнее в презентации уже расскажем. Сейчас хочу рассказать о нашей компании Global Compass. Global Compass — это образовательное агентство, которое работает в Кыргызстане с 2015 года. Сейчас я нахожусь в Турции, где мы здесь потихонечку развиваем второй, скажем так, наш офис в городе Анкара. Чем мы отличаемся? Наверное, это больше этическим подходом, тем, что мы подбираем каждому индивидуальное решение не под общую гребенку. То есть мы массово не отправляем студентов на какие-то там программы или в какие-то страны. Мы каждому подходим индивидуально, потому что у всех разный бюджет, разные возможности, разные карьерные планы, то есть личные какие-то планы. И под всех мы помогаем, скажем так, сформулировать и построить вот этот вот будущий план для обучения карьера. А у нас более 100 студентов ежегодно примерно уезжают в разные страны мира. То есть у нас студенты едут как в Японию, так и в Канаду, в США, в Австралию, по Европе, в разных странах у нас разбросаны студенты. Есть студенты и в Китае, и в Малайзии, и в Турции, где я тоже как раз, кстати, сейчас нахожусь. Поэтому мы отправляем по всему миру, и, соответственно, название компании, оно, я думаю, говорит само за себя. То есть мы глобальны и как компас помогаем выбрать направление. Вижу ручку, но давайте попозже пока ототвечу. Мы проводим очень часто вебинары на важные темы, да, на важные темы, такие как учеба и карьера, как поступить, как выбрать там ту или иную профессию, да. Проводим профориентацию с нашими студентами не просто в виде тестов, да, а именно проводя с клиентами беседы, обсуждая разные там страны и рассматриваем плюсы и минусы каждой страны или там программы и будущие ваши планы. Когда к нам партнеры приезжают, кстати, и я думаю, что вы, Лиза, тоже планируете приехать к нам осенью, мы надеемся провести с вами тоже семинар. Будет здорово именно вживую тоже с вами встретиться, пообщаться, и вам пообщаться тоже с потенциальными студентами, кандидатами. Как я говорила, мы персонализировано, да, для каждого подбираем программы, потому что все разные, все мы, как люди, разные, и, соответственно, мы смотрим, кому что, возможно, подойдет, кому нужно больше поддержки, кому, возможно, не нужно, скажем так, чересчур, да, скажем так, вузы, где очень много поддержки студентов, потому что есть студенты, которые очень самостоятельные и хотят все, допустим, делать сами. Помогаем также студентам после отъезда за границу. Вот я недавно съездила в Будапешт, где я видела с нашими студентами, помогала решить кое-какие вопросы, и, соответственно, мы всегда на связи. То есть даже после того, как вы улетаете за границу, мы всегда на связи. Вот у нас студент, у которого в Японии была проблема с оценками, мы вместе тоже с Лизой обсуждали этот кейс, как мы можем помочь студенту, какие варианты у него есть. Есть у нас тоже студенты, которые стремятся поступить и в топовые вузы мира, и с такими клиентами мы тоже работаем, работаем с детьми, кто лейдит и в летние лагеря, и, соответственно, на краткосрочные программы, то есть спектр довольно широкий. Как я раньше и в начале презентации сказала, меня зовут Джил Дрис, я со-основатель Global Compass, а также являюсь международным сертифицированным консультантом именно по образованию за рубежом. Для каждого направления зачастую бывают специальные подготовительные, скажем так, курсы с экзаменами, с сертификацией, которые требуют и даже иногда оплату. Поэтому, чтобы вы понимали, что мы не просто те, кто сидит с интернета или просто как студенты отучились и потом делимся своим опытом, нет. Мы действительно как профессионалы проходим необходимое и обучение, и опыт. Мы ездим, встречаемся с вузами, проходим с ними встречи, ознакомляемся с учебным заведением, с студентами, с преподавателями, чтобы четко понимать, куда едут наши студенты. То есть мы в этом плане у нас профессиональный подход к работе. Как мы помогаем? То, что я говорила, тоже мы составляем календарь поступления, потому что у всех вузов в разных странах разный календарь поступления. Вот вы потом позже, наверное, узнаете, что в Японии обычно все начинается с весны. И в Австралии тоже, например, у нас девочка улетела на магистратуру, у нее в феврале началась учеба. Некоторые вузы набирают студентов несколько раз в году. Это очень удобно, потому что если не поступили или что-то там случилось, можно отложить и поступить чуть позже, получить документы позже. Составляем список вузов по критериям. У всех свои критерии. Кому-то нужен топ, кому-то нужно там, где поближе родственники или родные знакомые, кому-то нужно, чтобы там был красивый кампус, кому-то нужно, чтобы эконом, кому-то нужно, чтобы бесплатно. То есть у всех свои критерии мы по критериям подбираем вузы и подаем эти заявки. Помогаем со сбором и отправкой документов в вузы, на визу, соответственно. Помогаем с подготовкой и сдачей экзаменов. Если нужно зарегистрироваться, если нужно подготовиться к экзаменам, у нас есть онлайн-подготовка. Можем порекомендовать тоже, скажем так, специалистов и в Бишкеке, в городе, но у них как бы они там единицы, да, их времени мало. То есть онлайн-платформа сейчас очень классно работает для многих студентов. Помогаем написать им мотивационные письма, рекомендательные письма, если для вас их не написали. И помогаем также заказать эвалюацию документов, когда нужно для определенных стран. Если в вузах есть какие-то стипендии, scholarship, мы помогаем тоже подаваться и на финансовую поддержку. Обязательно учебная виза входит у нас в процесс, то есть весь пакет услуг, которые мы вам оказываем, потому что помимо того, чтобы поступить, вам нужно еще туда успешно долететь, попасть в эту страну, чтобы приступить к учебе. То есть это очень важный этап в работе с нами и в целом в работе для нас тоже с клиентом. И подготовиться к учебе в университете и к самому отъезду, потому что вы едете в другую страну, вы переезжаете по факту, вы переходите с одной системы образования в другую, вы попадаете в совсем другую культуру, город, страну, а также систему в целом, где все устроено по-другому. То есть и с этим тоже мы вам помогаем до отъезда, после отъезда бывают какие-то там созвоны, переписка и так далее. В целом, если кратко сказать, то есть мы проводим консультации, мы даем консультации и помогаем в нашей работе клиентам начать карьеру за рубежом через образование. И это сделать намного легче, чем поступить сразу напрямую на работу, потому что нужно найти сначала работодателя. Контакту здесь на экране. У нас есть WhatsApp, который, соответственно, работает в рабочие дни, в рабочее время. То есть выходные, если вы пишете, скорее всего, никто не ответит. В Instagram вы можете тоже нам написать. У нас есть там периодические публикации, анонсы. Как раз, наверное, вы узнали о вебинаре через Instagram. Thank Facebook and Instagram, что у нас есть такая платформа. И у нас есть сайт, где есть в целом такая общая информация, куда мы выкладываем тоже информацию о наших услугах, в целом какие у нас направления и так далее. Вот. Теперь передаю слово Лизе. Елизавета, представитель языковой школы Linkstaff. Она сейчас находится в Токио, подключается к нам в 7 вечера, уже за 7. Да, спасибо вам за время. У вас микрофон, кажется, отключен или включен? Да, можете раскрыть, можете свою презентацию и начать. Благодарю вас за то, что подключились к нам так поздно. Вам большое спасибо. Я тогда сначала расскажу немножко о тебе без презентации. Меня зовут Елизавета. И немножко расскажу, именно какой путь прошла. Я заканчивала Московский городской педагогический университет по направлению востоковедения, африканистика и японский язык. Училась я 4 года. И после окончания вуза я несколько лет проработала в Москве, но, к сожалению, не по своей специальности. Я очень хотела поступить в администратуру Японии, поэтому скопила деньги на приезд в Японию. Поступила после работы в России в языковую школу здесь, в Японии, в городе Фуко, префектура Фуко. Отучилась. И во время учебы я сдала экзамен на 2 уровень японского языка и смогла начать работать здесь. То есть изначально я предполагала поступать в администратуру в Японии, но поскольку сдала на определенный уровень уже достаточно высокий уровень, решила, что можно и поработать. А поступить в администратуру можно в любое время. И вот удачно устроилась в компанию Линдстав. Я попала на ярмарку вакансий на Кьюсио. Это было как раз конец декабря в прошлом году. Встретила вот такую замечательную компанию и смогла устроиться. Теперь немножко о нашей компании. Что это за компания? Чем мы занимаемся? Если будет презентация отставать или будет что-то непонятно, вы можете задавать вопросы и спрашивать. У нас компания Линдстав. Это международная рекрутинговая компания. Основана она в 92-м году. Основные офисы у нас находятся. Главный офис в Токио располагается. Но также у нас есть офисы и в Осака, в Нагое, Фукоке. И даже есть офис у нас в Бангладеше. Поскольку у нас рекрутинговая компания, основные направления наши – это медицина и IT. Но также у нас есть несколько, скажем так, команд, которые занимаются не только IT и медициной, но также и спецвизами, например, визами Токтеи Гино, Гино Ди Ши Сэй. Это специальная японская виза для тех, кто хочет работать в Японии, но, допустим, не по своей специальности. Или, может быть, по своей специальности в плане медицины. Это социальные работники, например, в больницах, на дому, работники отелей, работники ресторанов. Все эти работники относятся к визам Токтеи Гино. Это спецвиза. Она выдается сразу на 5 лет. И мы тоже работаем с данной визой. Мы принимаем по данной визе сотрудников не только внутри страны, но и из-за границы. Например, что касается Киргизии, Казахстана, Узбекистана, то для вас, чтобы сдать, например, экзамен по данной визе, самое ближайшее место будет Узбекистан. Большинство экзаменов по данной визе можно сдать именно там. Но если вас интересует данный вопрос, в дальнейшем я подробно расскажу. Также у нас в нашей компании работают сотрудники фактически из каждой страны. У нас международная компания. Сотрудники есть, как и из Китая, из Тайваня, из Гонконга, из России, Узбекистана, Вьетнама, Индии, Монголии, Бангладеша, Непала, Шри-Ланки, Таиланда, из очень-очень многих стран мы стараемся набрать, поскольку у нас тоже мы набираем специалистов, даже касательно, например, сферы IT, из многих-многих стран, то есть не только внутри страны. Например, каких специалистов мы набираем? Касательно врачей мы помогаем именно японцам найти работу внутри Японии. К сожалению, наши дипломы в наших странах, в Киргизии, в Узбекистане, в Казахстане, в России, они не действительно на территории Японии. Если вы хотите работать врачом в Японии, то рекомендуется лучше поступать здесь, заканчивать спецшколу, институт, получать диплом здесь об образовании медицинском, сдавать международный экзамен уже на территории Японии и работать врачом. Только такой путь сможете пройти. Врачам устроиться очень тяжело в Японии, но нет ничего невозможного, все зависит от вас. Что касается IT-специалистов, данное направление сейчас и в ближайшие несколько лет очень актуально, и очень большая нехватка рук именно в данной сфере. Есть IT-разработчики, инженеры, есть инженеры, которые по механическим специальностям очень нужны в Японии, например, в такие компании, как Toyota и прочие-прочие организации. Поэтому не только IT, очень актуально. Если будут какие-то вопросы возникать, пожалуйста, спрашивайте. Я тоже работаю с IT-специалистами. Вот, как, например, указано на слайде, какие инженеры в данный момент актуальны. Но чтобы, например, устроиться на территории Японии, желательно все-таки иметь сертификат GLPT-N2, японский экзамен. Можно предоставить, конечно, экзамен и на тест, GPT, любой, который сможете сдать. Но чем выше у вас будет уровень, тем больше шансов у вас будет попасть в хорошую компанию и получать хорошую работу. Также на что обращают внимание японцы? На ваш опыт. На диплом тоже, конечно, смотрят, в первую очередь. Какое вы образование получили и получили ли вообще. Но опыт – это тоже первостепенно важная вещь. Поэтому чем больше у вас опыт, вы можете, например, я приняла недавно инженера из Казахстана. У него образование, он заканчивал вуз как переводчик, а опыт работы у него в IT. И мы приняли его к себе в компанию на должность IT-инженера. Даже такое есть. То есть все, акцент больше делается на опыт работы. И вот, например, еще очень многое зависит от того, какие вы языки программ знаете. Но это больше в инженерную сферу. Поэтому, если, как уже сказала, будут возникать вопросы, пожалуйста, задавайте. А вот сейчас вопрос, который поступил, есть ли возрастные ограничения в языковой школе? Ну, пока я еще про языковые школы не упоминала. Но по поводу возраста в языковые школы от 18 лет фактически нет ограничений. Единственное, что уже старше 50-60 лет может не пропустить иммиграция. С нашей стороны ограничений нет. По поводу работы, тем более нет ограничений. Мы недавно приняли нового сотрудника в отдел, он, правда, японец, в наш отдел, он работает с визами Туктайгино, ему 53 года. Так что для Японии нет такого понятия, как ограничения по возрасту. И они работают до пенсии на одной работе. А если не на одной работе, так можно даже после 60 лет, можно трудоустроиться. Это что касается работы. По поводу наших школ. Помимо того, что мы международные рекрутинговые компании, я уже упоминала, у нас несколько сфер деятельности, у нас еще есть языковые школы. И мы постепенно расширяемся. На данный момент вот у нас две школы в Токио, одна школа в Сайтама, также одна школа в Икибуккоро, одна школа на Хоккайдо, и одна школа в префектуре Симоне. И еще четыре школы мы открываем на Кюсио. Пока школа на Кюсио у нас находится именно в состоянии открытия, мы ждем подтверждения государства. Как только получим, мы сразу же начнем набор на апрель 2025 года. Поэтому мы постепенно расширяемся. И директор наш планирует в течение нескольких лет открыть не менее ста языковых школ на территории Иконии. Даже не только открыть, мы еще и покупаем языковые школы. Поэтому наборы большие, с нетерпением ждем студентов. Также, что касается языковых школ, например, в Токио. У нас две школы. Это первая школа с левой стороны указана, школа Айсини Куксай Каева Гакуин. Она располагается в Икибуккоро. Очень удобное расположение, буквально одна минута ходьбы от станции. Она у нас одна из самых старейших школ. Открылась в 1955 году. Сначала она обучала английскому языку студентов. Но с 1963 года она обучает иностранцев японскому направлению. Поэтому школа довольно опытная. С какой целью к нам поступают студенты в языковые школы? Всегда это две цели. Либо дальнейшее обучение в Японии. Это может быть спецшкола, университет, бакалавр, магистратура, аспирантура, докторантура. Либо колледжи. Либо второе направление – это трудоустройство в Японии. Еще очень важный аспект, что с трудоустройством можем помочь мы как компания. Поэтому проблем с трудоустройством не будет. Местная школа готовит к трудоустройству в Японии. Помогает, например… Я хотела как раз добавить, что это, наверное, самый главный слайд, который показывает вообще в целом суть презентации, что на данной презентации вы можете на данном вебинаре узнать о возможности как прямого трудоустройства в Японии, конкретно через Linkstaff, и узнать все подробности у Лизы, так и как поступить на учебу. Потому что есть ребята, которые планируют только обучиться японскому, если нет еще японского, и потом, может быть, рассматривать либо обучение, либо трудоустройство. Есть ребята, которые хотят только поступить в университет, может быть, топовый в Японии, и построить дальше карьеру после университета. Поэтому два варианта возможны. Об этих двух вариантах подробнее расскажет уже сейчас Лиза в процессе презентации, поэтому дождитесь терпения, вся информация будет. Да, спасибо большое. Если еще какие-то вопросы я пропускаю в чате, я их пока не вижу. Если что, вы тоже можете озвучивать. Да, я отвечаю. Спасибо большое. Я буду включать микрофон и говорить. Спасибо большое. Итак, по поводу курсов и целей я пока сказала. У нас есть несколько наборов. Само обучение в Японии начинается с апреля и заканчивается в марте. Это везде. Не только касается обучения, но и работа. У нас тоже все отчеты сдаются в марте и начинается, скажем так, и рабочий учебный год в апреле, в отличие от наших стран. Полный год обучения, полноценное обучение в нашей языковой школе – это два года. Начало в апреле, окончание в марте. Но также мы ведем набор и с июля. Это год и девять месяцев. Почему? Потому что, как я уже упомянула, начинается год в апреле и заканчивается в марте. Поэтому полноценное обучение как раз и получается. Год и девять месяцев. Это совсем с нуля, правильно? С нуля рекомендуется все-таки с апреля. Потому что, например, с начала обучения… Да, 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 два года обучения. Но все зависит, опять же, от пожелания студентов. Все-таки с июля и с октября у нас есть наборы, и с января есть наборы. Но с июля и октября мы берем уже уровень повыше. Это хотя бы Н4. Потому что к моменту обучения с апреля по июль, и тем более по октябрь, ученики уже как минимум проходят программу Н4. И с января у нас тоже есть набор. Это год и три месяца. Но туда мы берем уже минимально Н3. Это уже средний уровень японского языка. Потому что к январю студенты уже минимально заканчивают обучение Н4 уровня и начинают обучение и подготовку к Н3. Поэтому мы и принимаем студентов с более высоким уровнем. уровнем к январю. Что касается поступления с апреля и вообще поступления в языковую школу. Чтобы поступить, нужно предоставить необходимые документы. Они нужны даже больше не для школы, а для эмиграции. Это очень важно. Во-первых, что нужно сделать? Предоставить сертификат о сдаче экзамена по японскому языку. Это может быть GLPT, GPT, GLST, GSAT, NAT-TEST. Любой экзамен, который вы сможете сдать на территории вашей страны. Если что, как я уже упомянула, например, несколько экзаменов можно сдать в Узбекистане, для вас недалеко. И там регулярно сдаются экзамены. Фактически каждый месяц. Поэтому, чтобы поступить в языковую школу, хотя бы нужно предоставить сертификат минимального уровня N5. Это самый первоначальный уровень. И предоставить справку об изучении японского языка минимум 150 часов. Это требование эмиграции. Также у всех студентов, конечно, цель получить максимальный уровень японского языка. Самый высший – это N1. В языковой школе данного уровня можно достигнуть за два года. Минимально за год, при том условии, что уже вы поступаете с минимальной базой, как минимум N4, N3. При вашем желании можно за год достигнуть N1. Что касается стоимости обучения в наших школах. Если есть вопросы, вы можете, если что, параллельно включать микрофон и задавать, это тоже вполне возможно. Здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Если, допустим, условно, вот в своей стране выучить японский язык, допустим, до N2, до N3, и поехать в Японию, можно ли без языковых курсов обойтись? Да, конечно. Можно и без языковых школ. Если вы сможете, какая у вас цель будет? Если вы хотите поступить в университет, то лучше при себе иметь сертификат N2, лучше, конечно, N1. Потому что я уже говорила ранее о том, что, например, если будет прием студентов, и будет стоять с вами европеец или другой человек, у кого будет сертификат N1, то возьмут его, если у вас будет сертификат N2. Чем выше, тем лучше. Для университета, чтобы поступить в университет, на бакалавр, тем более на магистратуру, нужно знать как минимум на N2, а лучше всего на N1. Чтобы работать в Японии, тоже нужно предоставить сертификат N2, лучше N1. В последнее время мы тоже принимаем инженеров, и не всем удается устроиться на работу, даже имея при себе сертификат N1. Чтобы вы понимали, насколько сложно поступить и вообще трудоустроиться в Японии. Поэтому для чего мы помогаем студентам в языковых школах? Даже не настолько подтянуть японский язык, сколько помочь людям попасть в учебные заведения или на работу. Потому что, как мы привыкли, в наших странах не возникает таких больших проблем при трудоустройстве. Вы проходите собеседование, показываете свое резюме, и на этом фактически все. Ну, может, какое-то там тестирование будет. А в Японии здесь несколько этапов прохождения собеседования. Даже уже оно у вас начинается за пределами компании, когда вы только-только подходите в компанию. Если вы что-то не так сделали, зашли неправильно, сказали что-то неправильно, начали шуметь, это уже отказ по собеседованию. Вот чтобы вы понимали, насколько важно, и что такое трудоустройство в Японии. Оно подразумевает несколько этапов. Так что даже, например, этапов собеседования на работу может быть пять. Пять этапов. И, например, если вы три раза или четыре раза успешно прошли собеседование, на пятом этапе вам могут отказать. Поэтому важно учиться в языковой школе. Если вы уже способны пройти собеседование, хорошо, без проблем, вы сразу можете трудоустроиться. Как я, например, принимаю инженеров в нашей компании сразу. Я не звоню в языковые школы, я не спрашиваю, где у вас инженеры есть или нет. Я сразу звоню напрямую людям и помогаю трудоустроиться из разных стран к нам сюда, в Японию. Поэтому тоже такое вполне возможно. Все зависит от вас. Также, что касается стоимости наших школ. Про ту школу, которую я только что рассказывала, школа ICA, у нее год обучения стоит 761 тысячи иены. Это примерно, я указала цену в долларах 5164 доллара. Доллары я указывала по вчерашнему курсу. Курс у нас меняется каждый день, поэтому прошу ориентироваться, конечно, больше на иены. Второй год, он подешевле. Следующая школа, которую я указала, Айзак, Айзаку Куксэ Академии. Она располагается в Сайтама, недалеко от Токио, буквально один час езды от центра Токио. Она у нас подешевле. И школа Айзак, у нее есть только одно направление. Направление подготовки студентов в учебные заведения, в колледжи, в спецшколы, в институты. Ну, если, например, человек приезжает, выбирает школу Айзак, но хочет при этом трудоустроиться в Японии, без проблем мы тоже помогаем трудоустроиться. Это не значит, что у школы только одно направление, и на этом все. Также у нас есть еще одна школа в Токио. Последняя на слайде она указана. Нито Куксай Гакуи. Нито Куксай Гакуи. Она располагается в районе Мачида, Токио. Она у нас из дорогого сегмента, 840 тысяч йен в год, 5700 долларов. Почему дорогая? У нее тоже есть направление подготовки в учебные заведения, но при этом школа 17 лет готовит студентов к поступлению в ВУЗы. То есть у школы довольно большой опыт и очень высокое поступление в институты. Она сотрудничает с институтами по всей территории Японии. То есть зависит от вашего пожелания. Если вы приезжаете в школу и говорите, что вы хотите поступить в тот или иной ВУЗ, школа начинает подготовку. Она связывается с профессорами из определенного ВУЗа. Иногда даже приглашает профессора в школу, чтобы профессор мог рассказать, какие, например, направления на данный момент актуальны, как поступить, какие экзамены необходимо сдавать, что для этого нужно. И у вас начинает курировать уже непосредственно профессор. Поэтому из рекомендации, например, если вы все-таки решили поступать в ВУЗ, можете поступать в данную школу. Но, например, в школе не то, очень мало вакантных мест. И если вы, допустим, поступаете на апрель 2025 года, то рекомендуется заранее подумать, если вы решили выбрать данную школу. Обычно у нас учатся студенты из различных стран. У нас фактически нет такого, что из одной страны больше, из другой меньше. Мы стараемся набирать равноценные наборы. Конечно же, очень много лет уже наша школа сотрудничает с агентствами из Вьетнама, Китая, Индии, Непала также. Но у нас студентов, например, равноценное количество. Также у нас очень много студентов из Монголии. Даже вот как раз касательно школы не то. Есть также студенты из Узбекистана. И я тоже принимаю студентов как раз на набор. В октябре этого года уже приняла студенты из Киргизии. Так что пока опыт есть. И в дальнейшем на апрель у меня тоже уже есть студенты. Поэтому очень жду всех, если есть желание. Пожалуйста, буду рада всех видеть. К тому же у вас здесь будет русскоговорящая поддержка. Если вдруг какие-то проблемы, возникают вопросы, то без проблем все решается. И я могу подъехать к любой школе и решить проблему. Что касается общежития. Общежития есть у каждой школы. Что касается Токио. У нас, например, у школы ICA есть целое агентство, с которым мы сотрудничаем. И там порядка 10 вариантов общежитий. То есть я даже могу дать ссылочку на сайт. Вы все увидите. Все изображения общежитий, стоимость общежитий, расположение, как далеко. Потому что цена тоже варьируется. Чем дальше от Токио, тем дешевле. Поэтому, чтобы вы могли ориентироваться приблизительно в Токио 30 тысяч ен в месяц. Ну, это просто аренда без света, газа и воды. Потому что все это будет зависеть от вас, сколько вы расходуете. Приблизительно от 3 до 10 тысяч ен уходит на затраты света, газа, воды. Что касается сайтамы, она немножко подешевле. Это 20 тысяч ен в месяц на аренду. Также все общежития располагаются недалеко от школ. Буквально либо в пешей доступности, либо одна остановка от школы на метро, либо на автобусе несколько минут. Поэтому все рядышком. Если не заходите останавливаться в общежитии, школа помогает снять гестхаус или шерххаус. Это тоже очень довольно популярные места проживания для студентов. Что касается поступления университета, на слайде, например, я указала основные вузы, с которыми сотрудничают наши школы. Это все школы ICA, НИТО, АИЗАК. То есть вы можете сами выбрать любой вуз и, допустим, обсудить с преподавателями и сказать, что вы хотите туда или иначе. Вот, например, из самых актуальных направлений самые известные институты – это ВАСЭДА, МЭИДИ и Японский университет. И Токио-Дайгаку – это токийский университет, тоже довольно известный университет на территории Японии. Также хотела бы упомянуть нашу новую школу. У нас открылась школа в префектуре Симоне. Она располагается рядом с префектурой Хиросима. Мы ее только-только недавно приобрели. И мы начинаем набор в эту школу уже на апрель 2025 года. Школа Ханамару. Вот вы можете на слайде увидеть примеры, фотографии нашей школы. Слева вверху – это пример класса. Вот такие парты у нас. С правой стороны – небольшая библиотека. Располагаются книги. В основном в библиотеке, вот в этой небольшой библиотеке указываются рекламки. Или, например, вы можете увидеть брошюрки университетов. Или, например, вакансии на подработку, вакансии в различные компании. Все вот там располагается. И это касается любой школы. То есть вы приходите, и у вас, когда вы заходите в школу, можете увидеть такой стентик с различной информацией. Слева внизу располагается комнатка, где у нас работают педагоги. Педагоги бывают двух типов. Те педагоги, которые обучают японскому языку, конечно, все носители японского языка – все японцы. И еще один тип преподавателей – те, кто работают со студентами, курируют студентов, помогают. Помогают, например, по мэрии, помогают по приезду, встречают студентов. Все они работают вот в такой комнатке. И справа внизу указана еще одна комнатка – это холл, где проводятся различные мероприятия. Фактически каждая школа каждый месяц устраивает различные мероприятия. Это может быть как развлекательные мероприятия, так и, например, соревнования, допустим. Устраивается контест, на котором ученики рассказывают свои сочинения. И кто-то, может, побеждает, кто-то это просто делает для себя. То есть это небольшое соревнование. Но каждая школа это устраивает. Что касается обучения в данной школе, ну, самое дешевое, потому что это не Токио. Чем дальше от Токио, тем дешевле не только общежитие, но и стоимость обучения. Вот, например, обучение в данной школе стоит 700 тысяч йен, а стоимость проживания – 240 тысяч йен. Я указала это за год проживания. Чтобы вы понимали, полгода проживания в Токио, вот, например, в школе Айзак и в школе НИТО приблизительно от 200 до 240 тысяч йен за полгода. А стоимость, вот я указала на слайде, это годовое проживание. Что касается подработки. Каждый студент, который учится в языковой школе, имеет право подрабатывать до 28 часов в неделю. Я указала на слайде калькуляцию. Допустим, что у нас, если студент работает 28 часов в неделю, и в месяце у нас 4 недели, а в летние месяцы есть каникулы, в каникулы можно подрабатывать 40 часов. Есть летние каникулы где-то 2-3 недели, есть каникулы осенние, тоже 1-2 недели в зависимости от школы, есть весенние каникулы. Весенние каникулы – это целый месяц в марте. Каникулы можно подрабатывать 40 часов. Всего, допустим, я указала 1400 часов. При этом подработка в зависимости от того, чем вы занимаетесь, примерно 850 йен. Но это подработка для, например, префектуры Симоне. Это не Токио. В Токио гораздо у вас будет больше оплата. Но это приблизительно, вот я указала цену префектуры и данной школы. То есть фактически вы сможете окупить стоимость обучения. И, допустим, вы в дальнейшем можете оплатить второй год обучения. Все зависит от вас и от того, какие у вас есть возможности, и какая у вас подработка. Если, например, вы выходите в ночную подработку, то, например, в комбине или на производство, то считайте, что у вас оплата будет в два раза дороже. Ночная смена начинается с 10 часов вечера. И поскольку студенты, обучаясь в языковой школе, имеют как утреннюю смену, так и дневную, это очень актуально. Где вы можете подрабатывать? Допустим, это может быть ресторан, это может быть комбини, магазин, супермаркет, отель, кухня где-то в ресторане. Это может быть производство, больница, клининг, самопроизводство, допустим, или сборка каких-то бэнто, или завтраков, или коробок, или прочей-прочей-прочей организации. Все это будет на ваш выбор. И зависит все будет от ваших пожеланий. То есть когда вы приезжаете в языковую школу, вы сразу можете даже по приезду сказать, что вы хотите сразу найти подработку, и школа вас этим помогает. Мы тоже рассматриваем такой вариант. Допустим, если, например, приезжает студент, и он в дальнейшем хочет работать в сфере IT, то мы можем помочь с подработкой в нашу компанию. Сразу, допустим, человек ходит в школу осенни, в Экибок-урок, а во второй половине дня он может приезжать в нашу компанию на подработку. Как вариант мы это тоже рассматриваем. Чтобы вы понимали, ставка в токе у нас примерно 1100 иен в час. Пока не скажу в долларах, но чуть повыше 7-8 долларов приблизительно будет стоить в час зарплата. И мы еще рассматриваем такой вариант, что, например, если есть соцработники или есть желание работать как соцработники в больницах, подрабатывать, то также студент может приехать, он оплачивает обучение только половину стоимости. И в дальнейшем вторую половину он не платит. Откуда? Как ее покрыть? Можно с подработки. То есть компания, где студент подрабатывает, покрывает расходы на обучение студента. Такой вариант мы тоже рассматриваем. Как в дальнейшем будет станет... Я хочу спросить, пожалуйста. Да, конечно. Вот у меня есть вопрос насчет трудоустройства в Японии после обучения. Получается, ну, это не секрет, что в Японии сейчас очень сильный расизм в сторону иностранцев. И как бы многие оттуда уезжают сразу же, потому что... Ну, иностранцев очень сильно обделяют, потому что на первом месте стоят японцы. То есть на работу будет очень сложно устроиться. Вот что делать в такой ситуации. Потому что вот у меня многие знакомые, они ехали в Японию, потом приезжали обратно, потому что они не могли. Это было очень физически и ментально сложно для них. Поняла, да. Спасибо большое за вопрос. Скорее, в Японии сейчас нет понятия расизма. Сейчас очень... И в Японии необходимы именно иностранцы. Почему? Потому что молодежь, японская молодежь, она не хочет работать. И поэтому Япония старается изо всех сил приглашать иностранцев на работу сюда. Поэтому, наоборот, здесь в течение даже, я думаю, ближайших 10 лет нужны сотни иностранцев. Проблема только в том, что иностранцы не выдерживают здесь. Кто-то приезжает сюда и не понимает, что Япония – это страна, где необходимо работать. Даже когда вы приезжаете в языковую школу, в институт, на работу, вы должны понимать, что японцы – хатараки-бачи. Это трудоголики. И во всем нужно трудиться. Японцы не понимают, что в Японии есть такое понятие, как дзангё. Это переработка. Это может быть и в учебе, и на подработке. Но на подработке-то в меньшей степени. Но касательно работы – да. Мы вот работаем. У меня по факту в договоре я до семи работаю, а я перерабатываю на 40-50 минут. И это нормально для Японии. Просто есть те, кто не воспринимает и не хотят здесь работать, и от этого просто бегут. И поэтому у всех сложилось такое впечатление, и у вас тоже в первую очередь, что мы как-то, как-то здесь иностранцев обделяют. Здесь Япония, в первую очередь, вне политики. И даже вот со стороны русских, я сама россиянка, ко мне даже без вопросов, ко мне очень хорошо относятся и в Японии, и в компании, просто на улице выходишь. Нет никакого такого понятия. Здесь очень хорошее отношение. Просто я учусь. Перебила, хочу добавить, что вот тоже в комментариях пишут, что есть знакомые, которые уезжали, возвращались после обучения языка в школе. То есть и школы тоже разные, чтобы вы понимали. Есть школы, которые просто дают курс, всё и до свидания. То есть есть школы, которые заточены на подготовку дальнейшего университета. Есть школы, которые заточены на потом дальнейшем трудоустройстве. Потому что конкретно школы, если мы говорим про Link Staff, то есть сама компания, это рекрутинговая компания. И она работает со школами для того, чтобы подготовить кадры для своих партнёров. То есть уже поставлен конвейер для того, чтобы иностранцы приезжали, подтягивали японский, помимо курсов японского, чтобы им там была поддержка. Вот почему некоторые не выдерживают и уезжают? Потому что им никто не объясняет вообще. Вот Лиза говорила, как находить правильную работу, как подаваться правильно на работу. Потому что вы приезжаете в другую страну, где совсем культура подачи, поиска работы кардинально отличается от того, как это делается, например, в Кыргызстане. Там очень много этапов, там могут придраться, прям, ну, скажем так, очень селективные люди, если прям так упрощённо сказать. То есть вы проходите через несколько там этапов, даже на простую позицию. Потому что, как бы, да, кандидаты есть, может быть, есть японцы, но в основном это всё-таки иностранцы. Вот. И за счёт того, что всё-таки население Японии всё меньше и меньше, да, и молодёжь уже такая капризная. Поэтому они понимают, что за счёт только иностранцев они могут как-то, но они не понижают свои стандарты, чтобы понимали. И очень важно тоже выбирать ту школу, которая вас подготовит, которая вам объяснит, как это всё работает в Японии, которая поможет пройти все вот эти этапы. А те, кто, возможно, пробовали, не находили, сталкивались с чем-то, да, то есть у них не было вот этой поддержки. То есть у них не было вот этого построенного уже, там, построенной системы, да, где людей готовят к трудоустройству, да, и, соответственно, либо к дальнейшему поступлению, где вам объясняют, какие должны быть у вас ожидания и какие ожидания есть и у самих японцев от вас, как от иностранцев. Потому что это совсем другой мир и действительно нужно подстраиваться. Потому что, сори, мы приезжаем в другую страну, где культура переработки, да, культура трудоголизма намного сильнее, да, чем даже, может быть, допустим, в Америке. То есть, как бы, да, обе страны трудоголичные, но в Японии это совсем другой уровень. Ну, у вас с этим, вместе с этим вы получаете другой уровень жизни, другие возможности, да, соответственно, и возможность жить в очень такой безопасной и продвинутой стране. Большое спасибо за объяснение. Также вот как раз начала потихоньку открывать вопросы и смотреть. Да, я тут понадлежала. Тут, кстати, вопрос. Да, спасибо. С каким уровнем можно попасть на работу в отель? Чтобы попасть, да, да, да. На работу в отель, например, по визиту Кутейгену, ну, можно N4 попробовать, но при этом в отель вы попадете на клининг, на уборку. То есть от вас особо будет не требоваться каких-то особых навыков, но если у вас есть уже N3 или N2, то постепенно вы будете работать именно с клиентами. Это будет лучше. Но для того, чтобы получить, например, визу, спецвизу только Кутейгену, достаточно иметь N4. Если вы сможете сдать экзамен с N4, то все в ваших руках сможете получить и работать в отеле. Сейчас очень большая нехватка, да, прошу прощения, что перебила. Именно рабочих рук не хватает в соцсфере, как социальные работники, поэтому туда немножко легче попасть. Я вот была два раза в Японии, один из которых был как раз-таки посещение различных компаний. И действительно, вот я видела, что и при встречах, нам говорили руководители клиник, руководители, как они называют, центр ухода за и больными, и за пожилыми, где действительно нехватка. То есть и туда действительно возьмут намного легче и может быть сделают скидку, потому что подающих очень мало, кандидатов мало, желающих подать на эту работу и работать на такой профессии, на такой работе мало, поэтому туда легче попасть. Но, конечно, работа не легкая, и японцы со своей рабочей культурой, конечно же, тоже заставят хорошо поработать, но в то же время и оплата хорошая. То есть и более того, поработав, получив какой-то опыт, какой-то стаж, потом есть возможность двигаться дальше, то есть чтобы тоже вы понимали, что поехать и на всю жизнь застрять на такой работе, конечно, вам не придется, просто все будет назоветься от вас и знание языка критично на самом деле. Это даже, скажу из опыта отправки студентов на обучение на английском в японские вузы. Даже там вузы требуют, чтобы студенты изучали японский язык. Он есть в учебной программе, но вузы тоже говорят, что нужно, если вы хотите найти работу и остаться после окончания учебы, все-таки нужно подтягивать японский язык. Без японского языка найти работу практически невозможно. Практически. Может быть, где-то как-то там, как типа репетитор или учитель английского языка, может быть, и это то маловероятно, потому что вы не носитель языка, у вас, возможно, не будет сертификата или подтверждения диплома то, что вы педагог английского языка, то есть есть такие вот тоже нюансы. Поэтому в целом японский, конечно, нужен. И почему его учат два года, а не там год, как очень многие другие языки, потому что, сори, я японский не знаю, но знаю, из того, что знаю, как минимум, там два алфавита, и это всё изучить, то есть два алфавита, сложность языка, плюс там, которая накладывается ещё там с культурой, с традициями, то есть, поэтому это, как минимум, требуется для этого два года. спрашивали мы тоже и у языковых курсов, возможно ли за полтора года изучить, получить там Н2, на что школа обычно говорит, это, скажем так, это возможно при условии, если студент только изучает японский язык и интенсивно, да, и не отвлекается там на какую-то подработку, там, и пытается где-то, ну, в смысле, как бы, где-то там берёт какой-то передых в плане, то есть, если действительно вы напрягаетесь, за полтора года интенсивно вы можете этого достичь, но за год нет, нереально, если вы едете там с минимальным или с нулевым уровнем, поэтому они говорят, что за два года это реально, как бы, это реалистично, да, за полтора года это возможно, но, да, с определёнными требованиями. Вопрос, соцработник сколько получает? Да, спасибо большое, я как раз захожу в калькулятор, чтобы перевести в доллары, да, потому что я знаю цену в иенах, а в долларах пока не могу сориентироваться, минимальные это 1230 долларов, это 180 тысяч иен, но это самый минимальный, это где-нибудь в деревне, в какой-нибудь большой больнице, это далеко от Токио, вы можете такую зарплату получить. Максимально. Тоже, да, минимально в Токио это 1710 долларов, 250 тысяч иен, это даже больше, честно говоря, чем я получаю здесь в простой компании. Почему? Потому что это очень, на самом деле, непростая работа, это тяжёлая работа, на самом деле. И физически, и психически не. Был ещё вопрос, кстати, если ехать на курсы на полгода, то есть возможно ли подрабатывать во время этого периода? Слушайте, зависит от школы, но это короткий курс считается. Всё-таки от года, да, а на полгода могут не одобрить разрешение. Но у нас всё-таки зависит от школы. В принципе, есть новенькие школы, например, у нас школы на Кюхе будут открываться, они новенькие. И там, в принципе, будет выдаваться виза на полгода, то есть не на год, а сначала выдается виза на полгода. Поэтому, если в дальнейшем там будете, продлевать не будете, то подработка возможна. Единственное, где вот прям 100% невозможна подработка, это на короткосрочной программе по туристической визе. Если у вас туристическая виза до 90 дней, вы не имеете права подрабатывать в Японии. Это запрещено именно иммиграцией. От полгода, я думаю, что проблем не должно возникнуть. Еще как раз возвращаясь немножко к вопросу, что писали и говорили уже, что из языковых школ тоже бегут люди. Почему бегут? Это тоже не все выдерживают, во-первых, учебу здесь. Потому что должны тоже понимать, что студенты, помимо того, что ходят в школу и учатся 4 урока по 45 минут, должны приходить домой и выполнять домашние задания. А если у вас, допустим, нет возможности оплатить дальнейшим полу, вы начинаете каждый божий день выходить на ночную смену, вы очень устаете, то, конечно, не у всех хватает сил и вообще продолжать здесь учиться и вообще строить какие-то планы. Поэтому если вы приезжаете с целью и у вас есть цель, допустим, поступить в ВУЗ или устроиться работать в Японии, тогда будьте готовы к тому, что придется очень много работать в плане и языка и учебы, чтобы не сбегать потом в дальнейшем из-за языковой школы. Сколько лет можно получить гражданство в Японии, какие требования? Минимально за 5 лет можно получить гражданство в Японии. Самый быстрый способ – это в моем случае выйти замуж и остаться в Японии. Это самый оптимальный способ получения гражданства, многим этим способом пользуются. Но если вы здесь проживаете 5 лет и получаете работу только при этом условии, что вы несколько лет еще при этом проработали в Японии, вы можете подаваться на гражданство. Если вы еще ничего не нарушили за это время, допустим, даже смотрится, проявляется все ваше пребывание в Японии касательно дорожного движения не нарушали ли вы правила или нет, на подработке нарушали ли вы часы, какие вы еще там нарушения, если без проблем ничего нет, тогда да, все хорошо вам выдается. При этом вам звонят в компанию, в которой вы работаете, проверяют, действительно ли вы там работали, ходите ли вы регулярно в компанию, успех есть у вас или нет, все проверяется. То есть устраивается интервью в компании. Если у вас все хорошо, тогда да, выдается вам японский паспорт. Можно поменять, единственное что, придется вам расстаться со своим паспортом в вашей стране и получить японский паспорт. Моя помощь бесплатна в данном случае. Я и так для вас все делаю и в любом случае могу вам помочь. Поэтому даже, когда вы находитесь здесь и в дальнейшем вы планируете трудоустроиться в Японии, моя помощь тоже будет в данном случае бесплатна. и любое курирование на территории в Японии тоже будет безвозмездно. Также еще какой-то был вопрос. А, самый главный еще вопрос по поводу поступления в школу и требования к получению документов. Банковский счет. Да, да, это самое важное. Ну, давайте сначала по поводу диплома. Чтобы поступить в языковую школу, в эмиграцию нужно предоставить диплом об окончании полного образования. Это либо 12 или 11 лет в школе, в зависимости от вашей страны, какое у вас есть образование, но оно должно быть окончательное. Либо диплом с последнего места учебы, это может быть фуз, бакалавр, магистратура, то есть конкретно последнее место учебы. И, конечно же, касательно документов, все документы должны быть переведены на японский язык. Заверять не обязательно. Но перевод должен быть обязательно. И что касается спонсора, тоже очень важный вопрос, потому что когда вы поступаете в языковую школу, вы можете сами себя выступить по спонсорам, если вы уже работаете. Если поступает студент, ученик, ребенок, ну, от 18 лет, только-только закончивший школу, то, естественно, спонсорам должны выступать родители, родственники, родители, но подтверждение должно быть обязательно. Данный спонсор должен предоставить документ с работы, если касается школ, которая находится в Токио, то за последний год работы, что данный работник работает уже год в такой-то компании. Если касается нашей новенькой школы Ханамару, она только-только прошла квалификацию в посольстве, поэтому туда нужны документы за три года. За три года работы, банковские документы тоже за три года. Что касается банковского документа, нужно предоставить два документа. это справка о зарплате, о получении зарплаты школы в Токио за один год, то есть какую зарплату вы получали за этот год, спонсор получал. Также нужно предоставить банковскую выписку о расходах и доходах за год. И также банковский счет, на котором находится минимально 20 тысяч долларов. это очень важные документы для иммиграции. Именно эти документы школа относит в иммиграцию в бумажном виде. И иммиграция тщательно проверяет каждого студента. Способен ли студент заплатить за учебу? Не способен. Если не способен, тогда приходит отказ по визе. Если вдруг возникают какие-то вопросы у иммиграции, откуда взялись средства на том или ином счету, то тоже может прийти отказ по визе, если иммиграция не сможет удостовериться в удостоверенности данных. Прошу прощения за тавтологию. Но это действительно очень важно для Японии. Япония любит бумажную волокиту. И на каждого студента в японской иммиграции лежит стопка документов. и проверяются все документы минимально три месяца. Через три месяца после проверки в течение проверки приходит результат. Либо да, либо нет. Поэтому это очень важно, чтобы вы понимали. И сертификат об изучении японского языка тоже должен быть достоверным. То, что действительно ученик изучал японский язык. Чтобы подтвердить достоверность данных, например, что действительно ученик изучал японский язык, устраивается собеседование в школе. То есть устраивает его директор. Я тоже подключаюсь к собеседованию, я могу с вами тоже пройти первый этап собеседования еще до того, как подключается директор, чтобы посмотреть и помочь вам ответить на те или иные вопросы. Потому что я знаю основной перечень, но собеседование устраивается. То есть директору нужно подтвердить и посмотреть, что за ученик хочет приехать в ту или иную школу. Хорошо, я могу подключить презентацию, какие данные вам нужны, я могу если что еще и озвучить. Я просто параллельно увидела в чате вопрос, я могу просто слайд открыть по поводу школы или какой конкретно вам нужен слайд. Уточните, пожалуйста. Вот, это что касается документов, с которыми необходимо поступать в языковую школу, список вам вышли, могу выслать я или уже ЖЛДС сам вам вышлет полный список всех документов и может вам помочь с документами в первую очередь. Документы, когда вы собираете, мы проверяем, я проверяю, проверяет директор, и только после тщательной проверки мы относим в эмиграцию. Поэтому с нашей стороны проверка проходит несколько этапов. Ваши комплексы прошу. Если еще есть какие-то вопросы, пожалуйста, спрашивайте. Параллельно отвечу. Из рекомендаций, конечно, поступать в языковую школу сразу, если вы решили приезжать в Японию, потому что лучше не терять время в вашей стране, но это на мой взгляд, потому что я, например, могу сказать, что я закончила вуз, как я уже упоминала в самом начале, на Востоковедении, но за четыре года я могу сказать, что прошла весь этап за два года в языковой школе, а в Японии это было гораздо легче. Вот моя компания Linkstaff. Поэтому если есть такая возможность, либо сразу в языковую школу, либо сразу на работу, либо в УЗ, если вы уже знаете японский язык, если вы только на минимальном этапе изучения японского языка, допустим, на уровне N5, то все-таки рекомендуется в языковую школу, потому что с N5 вы не сможете сразу трудоустроиться в Японии, и вы не сможете поступить в УЗ в Японии, если у вас будет только уровень N5. Пока вот так. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, давайте. есть ли возможность работать после школы медработником, например, фармацевтой? После языковой школы или нет? Если сначала вы поступаете в языковую школу, поднимаете свой уровень до N2N1, хорошо вы это сделали, в следующем этапом будет поступление либо в СНМОГОКО, спецшкола либо ВУЗ. Только пройдя этот этап, потом будет сдача экзамена по медицинским международным экзаменам в Японии. Можете ознакомиться, есть сайты, которые иностранцы смогут прочесть, есть даже английская версия, но чтобы сдать международный экзамен по медицине, вам нужно как минимум N1. Я уже спрашивала тоже отдел, который занимается со врачами, сказали, что без N1 вы просто не сможете работать в Японии. Любой фармацевт, медсестра, это уже медсестра, которая не соцработник, а это уже в больницах как полноценный врач. Должно быть обязательно. Легче поступить соцработник, это имеется в виду вспомогательный персонал в клинике, который помогает и, допустим, делает уход, оказывает уход больным, пожилым, то есть таким работникам легче, конечно, найти работу. Так, вопрос еще, ваш совет по Хоккайду, языковую школу, если посоветует. Да, пока единственное, я не знаю, берем мы на апреле или нет, мы ее только покупаем, но мы точно знаем, что у нас набор будет на октябре, если начнется раньше, я помещу, что начался набор, но единственное, что я могу сказать, там уже есть русскоговорящие студенты из России, пока, правда, не знаю конкретно откуда приехали, но уже есть. И на Хоккайду тоже хороший климат, то есть он ближе к нашим странам, если Токио у нас очень жаркое, лето, то на Хоккайду с этим меньше проблем, там больше 27-28 лет поднимается температура, и зимой тоже опускается, до минусов, там снег есть, то есть климат вполне подходит нашей стране, даже больше, конечно, России, но к вам с вашей страны и с Узбекистаном, и с Киргизией, и с Казахстаном тоже совпадает. На Хоккайду тоже очень многие поступают, и даже есть европейская еда, европейские, даже улицы иногда написаны российскими буквами, то есть все сделано для нас, но все-таки это регион ближе к России находится, если есть желание, пожалуйста, поступайте, и также школа помогает и поступать в ВУЗы, и устраиваться в дальнейшем в Японии, на территории Японии, поэтому рекомендую, да. Еще вопрос, скажите, пожалуйста, насколько тяжело найти японских друзей, или, может быть, отношения завязать с девушкой или с парнем, и как относятся они к иностранцам, японцам? Да, спасибо за вопросы, с японцами познакомиться несложно, на данном случае вы хоть выходите на улицу и знакомьтесь со всеми, ну, конечно, я не рекомендую этого, я пошутила, но есть различные приложения, где можно знакомиться с японцами, просто общаться, есть мессенджеры, вы знакомитесь и общались, даже просто находясь в своей стране, вы можете на фейсбуке или в инстаграм написать японцам и уже можете начинать общаться с ними, а здесь просто приезжая в саму Японию, вы здесь будете общаться и видеть иероглифы и уже просто выходя на улицу, поэтому не так сложно познакомиться с японцами, да, единственное, что есть такой момент, когда Япония открылась только недавно, буквально два столетия назад, в 1861 году у нас открытие произошло в стране и для Японии мы все-таки иностранцы и когда видят сразу иностранное лицо, японцы начинают говорить на английском, от этого пока не уйти никуда, и даже если вы продолжаете говорить с ними на японском, они будут говорить на английском, не понимая вас и делая вид, что вы все равно для них иностранец, который не может говорить на японском, к сожалению, пока мы отсюда не уйдем, но постепенно, постепенно в Токио очень много иностранцев и Япония старается все для этого сделать, несложно, даже вы приходите просто в кафе и можете познакомиться с японцем, что касается вузов, гораздо проще познакомиться, если вы поступаете в вуз, очень много японцев там, тоже есть различные клубы, например, мой опыт знакомства с японцами, я занимаюсь бадминтоном в Японии, и я хожу в различные клубы, где очень много японцев, и уже вы просто по интересам, клуб по интересам, вы так можете тоже знакомиться. Я тоже хочу быть опытом, у меня две японские подружки, с которыми поближе, скажем так, есть, конечно, и знакомые тоже, в целом, у японцев культура не такая, что они сами подходят, они более сдержанные, они, наверное, не будут первыми идти на контакт, они больше интровертные, поэтому, если вы хотите познакомиться, подружиться, то делайте первый шаг, потому что они более сдержанные, но при общении они очень искренние, очень, как-то сказать, не хочу говорить наивные, но они верят тому, что вы говорите, потому что они не предполагают, что вы наврёте, скажете что-то плохое, то есть в целом в этом плане, как ещё некоторые говорят, у них как бы чистый разум, то есть в этом плане они очень, наверное, вот нету задних мыслей, вот, и дружба у меня с этими японцами очень, даже вот бывает, да, вот как старая дружба, там долго не общаешься, потом, когда общаешься, и как бы всё обратно как бы возвращается, то есть как бы как будто не было вот этого пробела. И по отношению к японцам, к иностранцам, тоже вот скажу случай, когда Японии, ну, наверное, с каждым годом всё больше и больше иностранцев, да, в силу того, что меньше японцев становится, но не все говорят пока, что ещё по-английски молодёжь где-то что-то, да, говорит, но в целом, наверное, с английским будет, только с английским будет сложно, поэтому и нужно учить японский. И я, когда даже вот своих краткосрочных поездках, скажем так, я не встретила, кроме своих знакомых, да, друзей, или там в отелях, да, бывает, допустим, там в отелях, в хостелах, то есть там люди говорят, потому что там много иностранцев через них проходит, но помимо этого других англоговорящих японцев я как бы не встречала. Были моменты, когда вот мне просто нужно было найти туда, куда мне нужно там было дойти навстречу, да, я останавливала прохожих людей, чтобы мне помогли, даже если они не понимали меня и я не понимала, что они говорят, то есть не было вот этого одного языка общения, да, и был этот языковый барьер, мне всё равно пытались помочь. То есть они, может быть, куда-то там спешат и торопятся, но они всё как бы вот это откладывают своё и идут, помогают, да, то есть у меня два раза было такой случай, когда там метро не могла разобраться и там найти путь, меня остановила девушку, она не могла объяснить мне, потом в итоге подошла не к кондуктору, вот кто вот билеты там продаёт, там что-то там спросила, в общем, и мне помогли. А другой раз, когда я там по улице шла, тоже не могла понять, где там на карте, куда мне показывают и куда дальше идти, тоже остановила человека, ну там в костюме, видимо, на работу спешил, он, бедняжка, через свой телефон уже там открыл и начал помогать и довёл меня туда, куда надо, да, то есть вот это отношение, я думаю, прям как бы сильный показатель того, что они очень уважительны, они очень уважительны, вообще в целом к людям, к живым существам, то есть уважительны ко всем и не нарушают тоже личные границы, это тоже очень важно, помнить о том, что не нарушают уже, они, соответственно, ожидают, что и мы тоже их не нарушите, поэтому нужно очень быть с ними в этом плане деликатными, поэтому я думаю, что друзей найти и завести знакомство, это не сложно, но нужно быть тоже на их волне и понимать, какие они и соответствуют тоже их ожиданиям, потому что они, соответственно, если у них не будет задних мыслей, то, соответственно, нам тоже нужно, соответственно, вести с ними подобающим образом. Так. Да, спасибо. Еще тоже хотел сказать про английский язык, вот честно, это лично мое мнение, но лучше бы они по-английски не говорили, мне очень тяжело, я очень-очень тяжело воспринимаю их английский язык, потому что это больше похоже на катакану, и когда ты слышишь, ты думаешь, что это просто не английский, они очень стараются, я все понимаю, но это не их язык английский. Но есть, правда, те японцы, которые очень хорошо говорят, у нас вот сын-директор, правда, у него была стажировка в Израиле, поэтому он очень хорошо говорит на английском, есть такие, но их очень мало. Есть японцы, которые учились за границей, или какой-то опыт уже работы или учебы, или общения с иностранцами, у них, конечно, есть английский, и с ним в принципе все в порядке, но таких немного. Работа в Японии, поподробнее хотела бы узнать по WhatsApp, или как можно с вами связаться. Вы можете связаться с нами, и тогда, соответственно, мы узнаем, какие у вас на данный момент, какая ситуация с документами, и какие у вас дальнейшие планы, чтобы потом подобрать вам подходящий курс. Потому что еще напомню, что японцы не делают last minute requests какие-то, то есть не бывает такого, как срочно, быстро, в последнюю минуту регистрация на курсы делается как минимум за полгода, минимум, потому что визу, если около трех месяцев рассматривать, соответственно, еще до визы, чтобы подать, нужно оформиться, оплатить, убедиться, что у вас все документы, все готовы, все уже в сборе, поэтому минимум за полгода, то есть меньше, чем за полгода, это менее реалистично, это только в случае, если у вас, возможно, уже есть все наличие. Хочу изучить японские, но нет больших средств на курсы. Возможно ли самому подготовиться к японским университетам? Конечно, возможно, но при этом, как я уже сказала, чтобы поступить в университет, нужно как минимум иметь сертификат N2, а лучше N1. Вы можете подготовиться, но вопрос в том, сколько времени вы на это потратите. Три года, четыре года, пять лет, шесть лет, чтобы в своей стране подготовиться, если вы при этом примерный университет, да, но минимум три-четыре года вы потратите в своей стране, а здесь, в Японии, вы это сможете достигнуть за год. Конечно, тяжело, но можно, но все-таки за два года вы уже сможете достигнуть N2 и N1 и поступить легко в УЗ. Опять же, все зависит от вас. Я, конечно, понимаю, что мы все не миллионеры. Здесь очень важно помнить, да, что когда вы едете в языковую среду, у вас изучение языка скорее, быстрее, потому что вы постоянно, вам, и вам приходится использовать, да, там, вы постоянно будете слышать речь, вам придется, даже в магазин пойдя, использовать японский, потому что, ну, сори, там тоже не говорят по-английски, там, купить билет, да, куда-то, то есть у меня, когда я была в Японии, я понимала, что, блин, вот никто никак не говорит по-английски, но, как у нас по-каргийски, вот, да, то есть как бы мы находили способ жестами, да, там, каким-то там надписями и так далее, то есть можно было найти в их этой ситуации, но японский будет вам легче и вообще в целом язык учится легче в языковой среде, когда вы погружены в языковую культуру, страну и так далее, когда вы не в языковой среде, да, допустим, у себя на родине, вы можете уделить изучению из 24 часов, да, если так посчитать, только какое-то количество, то есть, допустим, в день вы можете, ну, там, допустим, даже если мы взять активный, там, сколько мы, 8 часов спим, да, если остаётся у нас там 16 часов, из них, да, ну, убрали там 4 часа, 8 активных рабочих, да, вы сколько можете в день позаниматься? Ну, 3, ну, 4, да, больше, чем 4, наверное, вряд ли, потому что есть, вам нужно куда-то там ездить, транспорт, да, плюс там, я не знаю, какие-то другие свои обязанности дома и так далее, то есть вы отвлекаетесь и вам там звонят, и вы используете в жизни, в быту уже свой родной язык, поэтому такого интенсивного изучения, и такой подготовки не будет, как в языковой среде. Да, конечно, ещё у вас есть возможность, например, что касается языковой школы, то я уже упоминала, у нас есть возможность подработки, а это гораздо лучше, то есть вы не только изучаете японский язык, вы его используете на практике, и касательно подработки, как я уже упомянула, даже если вы минимально знаете японский язык на уровне приветствия, вы тоже сможете подрабатывать, просто это будет лёгкая какая-то работа, вам будет указывать «возьми то, возьми это» на первом этапе, когда вы уже начнёте говорить, вы сможете устроиться на подработку в лучшее место, но при этом у вас будет опыт, например, общение с клиентами, общение с японцами, вы будете постепенно запоминать японские слова непроизвольно, и усвоение японского будет гораздо проще. Но для тех, кто хочет всё-таки начать учить язык на родине, чтобы поднакопить средства, возможно, и потом поехать. У нас в Кыргызстане, вообще обычно в каждой стране, есть японские центры, то есть у нас есть кыргызско-японский ресурсный центр krgc.kg, я сейчас вам напишу даже вот сюда в чате, вот на этом сайте, и у них, кстати, я видела недавно объявление в Инстаграме, что не запускаются сейчас японские курсы, курсы японского языка с различной длительностью, то есть там за три месяца, кажется, у вас будет, или за полгода, точно не помню, то есть вы набираете 80 часов, 80 часов за курс, и, соответственно, для того, чтобы потом в итоге подать тоже на курсы в Японию, вам нужна справка, то есть вы с нулём, с нулём ехать вам не рекомендуется, почему? Потому что вам могут отказать в визе, и вам рекомендуется всё-таки пройти курсы и получить подтверждение, что вы прошли 150 часов, да, то есть пройдя, допустим, два вот таких курса, вы можете получить такую справку, если у вас уже нет какого-то уровня, если какой-то уровень есть, соответственно, сдавайте экзамен, получайте сертификат, да, и подавайтесь, поэтому можете начать с изучения языка, допустим, в Бишкейке, да, в ресурсном центре, два раза в неделю у них есть занятия, и разовые тоже, раз в неделю, ну, раз в неделю, я думаю, очень мало, я советую два раза, как минимум, вот, и периодически тоже самому использовать, наверное, там, допустим, видео с субтитрами, да, там, дополнительно ещё заниматься. Так, если, в принципе, вопросов нету, даже если они у вас есть или позже возникнут, я рекомендую связаться уже с нами, сейчас я вам напишу, а вот. Если победитель международных олимпиад по математике, нет, не знаю, если международные, то вы можете, но это будет касательно не в языковой школе актуально, а больше для вуза будет актуально. Да, если вы подаёте в университет напрямую, вот смотрите, есть два пути поступления в университет, либо на обучение на японском языке, либо на английском языке, и тут важно тоже понимать, что поступление на бакалавриат и магистратуру, да, то есть отличается. На бакалавриат вам обязательно нужен 12-й год обучения, то есть вы не можете сразу после школы с аттестатом поступить, то есть вам нужно ещё один год в университете закончить, и потом вы можете подаваться на бакалавриат. И обучение либо на английском выбираете, либо на японском. Если на японском, то, соответственно, от вас требуется и сертификат японского языка, на английском нужен сертификат английского языка, и здесь тоже два разных пути подачи, либо напрямую вы в университет подаётесь и получаете стипендию от университета, да, мы тоже помогаем именно напрямую с подачей, с поступлением на учёбу в вузы, там, на английском или на японском. Либо через стипендиальную программу, она ежегодно объявляется весной и закрывается в конце весны, я забыла название, как называется, в общем-то правительственная японская программа, стипендиально которая покрывает все расходы как для студентов бакалавриата, так и для магистрантов. Там есть экзамен для бакалавриата, чтобы вы знали, помимо японского ещё тестируется математика и по для магистрантов, а, плюс ещё интервью, да, там для магистрантов там только интервью плюс сертификат, но японская программа финансирует и английский язык обучения и японский язык обучения, вот, поэтому МЭКСТ, да, МЭКСТ, который организовывает Джасо, вот, программа МЭКСТ, она как раз-таки обычно открывается в начале весны, закрывается в конце весны, перед летом. Так. Ну, на этом мы завершим, тоже вас отпустим, потому что вас уже дёргают, уже говорят время. Спасибо большое, Лиза, за презентацию, за подробный рассказ и вашей истории, и в целом о возможностях. Всем участникам советую тоже к нам обратиться уже за дальнейшей информацией там по работе, допустим, с вами, если уже хотите начать оформление, если у вас остались вопросы, что-то недопоняли, пожалуйста, связывайтесь. Мы даём консультации в принципе бесплатно, да, то есть только если в процессе уже оформления документов и конкретно нужна, допустим, наша уже работа сами, то это уже отдельное согласование с нами. Всем спасибо за участие, хорошего всем тоже вечера и вам, Лиза. Большое вам спасибо за уделённое время, большое спасибо всем участникам за активность и за вопросы. Буду рада всех видеть в Японию, приезжайте, и мы тоже к вам приедем в сентябре, планируем. Надеемся, в сентябре всё-таки с вами тогда увидимся. Всё, тогда хорошие до свидания,